Я смотрел только две карты. Я знаю, что на руинах была вообще самая жара, да? С Адендесом. Я обязательно посмотрю чуть позже. У меня несколько вопросов организационных. Смотри, почему-то не было на вашей именно на вашем матче камер. Ты не знаешь, почему? Ну, по-моему, в некоторых матчах не было, по-моему. Да, но вообще это как это связано? Вот как это происходит? Мне чисто технически интересно. Я точно не знаю. Я точно не знаю, почему иногда они бывают, но иногда просто не бывают. То есть они тебя как-то предупреждают, спрашивают камеру или как? Не, они обычно готовят. Если честно, у меня вчера просто камеры не было. Но я заметил, что у других тоже не было. Да, не у всех. Стоит, наверное, все время иметь камеру для всех. Ну, не знаю. Так получилось. Я думаю... Ну, было время, что когда у меня была камера включена, там все подключено, но все равно не показывает. Так что я не знаю. Вот, я поэтому и спрашиваю, почему? Потому что, то есть, там же кто-то принимает это решение, правильно? Потому что вот тут матч, например, там Рафа есть камера, да, условно, с токсиком, да, там. А вот, например, ты с Рейзи играешь, показывают просто ваши картинки, да, условно. То есть, они же как-то принимают решение показывать, не показывают. То есть, вот в вашем случае, получается, у тебя просто не было камеры, ты об этом сказал кому-то или что, или как? Я сказал вначале, да, я не могу найти ее. А на правду мне просто здесь не было. Понял. Ну, и получается, и Рейзи сказал, ну, и я тогда буду без камеры. Или они принимают решение, что есть один? Ну, если один, да, если один, тогда второго не составляют. Все, понятно. Значит, получается, по, кстати, по, ну, у тебя прям были все три карты напряг, да, в целом, получается, самый такой длительный, сколько там, 8 минут у вас был с Sudden Death или что-то такое на руинах. Ну, 6,5-7 минут. 6,5, да. Вот, значит, у меня вопрос, который я записал на Deep Embrace, Deep Embrace, а то меня требуют, чтобы я правильно произносил. Я на самом деле в этом плане, знаешь, мне понравился, человек пишет, Юрий, призначи, пожалуйста, Deep Embrace, правильно ударение, Синзи правильно приносит. А Синзи, например, и Crucible, да, а не Crucible, да? Вот, короче, то есть у всех свой стиль, понимаешь? То есть какие-то слова уже... Это не важно, это вообще... Нет, я просто расскажу тебе, в комьюнити, например, привыкли говорить Awoken, да, типа, знаешь, ну так по-русски, Awoken, да, и так далее. Ну вот, ладно, в общем, Deep Embrace, да, чтобы порадовать всех, да? Значит, у тебя там был классный момент, ты там охотился за Raze, да? Мне понравилось, значит, ты прыгнул как бы на Jump Pad у Меги, да? А потом хуком вернулся. Ты чувствовал, что он там? Расскажи вот этот момент, да. Хочу сказать, да, и Flea... Слушай, мне просто иногда Flea говорит, что, ну, совсем неправильно, он сказал, он нечаянно наступил на Jump Pad. А, серьезно, да? Я специально туда наступил, чтобы заловить его. Ага, я так и понял, потому что момент крутой, 10 кило выдают. Когда аналитики такие вещи говорят, я просто не понимаю, как можно... Вот вообще, я вообще написал даже Ketchuple, что он получше гораздо стал... Я просто смотрел там разные игры, и он очень понимает, когда он точно не может что-то сказать, он говорит свое мнение, потом говорит, ну, точно я не знаю, может быть, я просто не понимаю. А Flea, наоборот, говорит точность какой-то. Я понимаю, что ты говоришь. Ну вот, ладно, дальше. Нет, да, я... Давай даже вернемся к этому моменту. Смотри, это очень крутой момент. То есть смотри, на самом деле это суперскиловые моменты, и круто, что как бы, типа, ты вот сейчас вот говоришь о том, что тебе даже немножечко, ну, скажем так, не понравилось, да, как Кастер... Я, честно... Это не потому, что он мне так обидел, просто я считаю, что Кастер... Да, людей вводят в заблуждение в этот момент, понимаешь, неподготовленных, да, то есть те, кто с опытом Квейка, они понимают такие тонкие моменты, и они как бы, ну, заостряют на это внимание. А люди, которые, например, эпизодически смотрят Квейка, они могут не понять, что это был суперскиловый момент, да? В Defense Flea, я скажу, что я не думаю, что многие бы смогли так проанализировать. Я думаю, либо только игрок, либо там топовый какой-то. Ну, может быть, выбои смогли. Я не могу, я не хочу сказать, что никто, но просто не то, что это легко было понять, но просто с точностью говорить, что он случайно это сделал. Ну, лучше вообще ничего не сказать в такой ситуации. Ну, если скажешь, говорить, ну, может быть, все-таки, просто как ты сказал, может привести зрителям к неправильному... Выводам, да. Выводам, Да. Вот давай вернемся к этому моменту. То есть, грубо говоря, ты практически был уверен, что, получается, он хайдится, то есть прячется там, да? Ты решил его ввести в заблуждение этим джампом, да? И сразу хуком вернулся и убиваешь его. То есть, у тебя прям прокатила эта задумка, получается. Я хочу, да, вот хочу некоторые вещи сказать про... Вчера, вот, и, может быть, кстати, мы вот уже очень по-глубокому пойдем, ну, почему мне нравится, как Сайфер играет, потому что когда... вот я бы сказал, это по-сайферски такой мув. Да, согласен, согласен. Потому что очень быстро надо про это подумать и не сомневаться, а просто делать и быть уверенным. И я вообще понял вчера, что с Рейзи надо играть очень уверенно в своих... как сказать... в действиях? Ну, то, что ты думаешь, может быть, Рейзи это делает, ты не должен об этом забывать, ты должен точно об этом помнить, потому что Рейзи очень упрямо себя ведет, например, когда все тихо, и ты знаешь, что он должен быть вот где-то в этом крае, в этих краях карт, ты не должен, потому что ты его долго не видишь, потому что он очень упрямо себя ведет, не знаешь, что он там, больше его там нет. Надо просто довести до этого момента, до конца, Понятно? Я понимал, что он в этой четверти карты где-то, или можно сразу сказать в половине. Но раньше я бы мог подумать на определенное время, так, я его легко не увидел, значит, я просто не заметил, как он уже убежал куда-то. Понятно, да? Мне надо было до конца за своей мыслью пойти, что он где-то здесь, и мне надо проверить до конца, сто процентов. Вот так надо себя вести с Рейзи. Были некоторые таких моменты, и просто я помню, ну, Рейзи все время такие хитрости делают, там иногда стоит просто в каком-то уголке, вообще не двигается, не стреляет в тебя, даже когда он тебя видит. Ну, понятно, да? Да? Такие вот моменты. Ну, вот это был показательный момент, что, получается, все-таки ты читал его, да? То есть не хватило, у вас там супер, как бы, напряги, да, получается, по счетам получились. Сейчас посмотрим там даже на сайте. Ну, там, да, первое, ну, все по одному фрагу, там первое было 9-7, но все-таки последнее. Вообще, вот это был проигрыш у меня, который я, единственная неприятность, это что я деньги просто потерял. А так я чувствовал, что сколько я готовился, я лучше не мог играть к этому. Я только готовился вот вчера. Я играл там 2 или 3 сета с Баксером перед матчем с Рейзи, и там одну карту с Кельцем, и с Драмисом одну карту сыграл. А так больше на неделе я не играл вообще. И я могу сказать тоже, принять, что Рейзи тоже, по-моему, не в самой сильной форме играл. Но все равно, мне кажется, что мы оба самую хорошую игру показали, какая могла быть вот в этот данный момент. Понятно, да? Да. Ну, в принципе, наверное, так большинство и согласится с этим. Получается, ты имеешь в виду, что ты, в принципе, вот знаешь, как говорят в покере, когда играют, да, и проиграл, ну, вовремя встал из-за стола, да, и мог, ну, тебя переехали условно, и ты такой, ну, не расстраиваешься. А если ты играл плохо, да, и даже выиграл, ты потом, как бы, себя коришь, что, как бы, все равно играл плохо, если профессионально подходить, то ты имеешь в виду, что ты, как бы, выдал максимум, да, достойно сыграл с Рейзи, и, как бы, тебя нечем, ну, самого себя нечем упрекнуть, да? Ну, ну, в принципе, вот первая карта, я не по-механически там проиграл, я проиграл просто про... Он сделал, что ему надо было сделать, я как-то сделал, ну, не то, что я в голове думал о чем-то другом, ну, все, что я хотел сделать на этой карте, я сделал, и просто не получилось, да? Во второй карте Deep Embrace, я просто в конце, вот это было механически проиграл, потому что я крюком промахнулся на красный, и кинул вниз, я все равно мог в второй Рейл попасть, но не получилось, я проиграл из-за этого. Ну, это, это я, как отчитывая то, что я недостаточно просто пракал на неделе, я механически плохо выступил, ну, это ладно. А в третьей карте, да, мы, я тоже, конечно, если посмотреть обратно на демчик, можно посмотреть там по-другому, ну, в момент я играл по максимуму, так что я был совсем, после этого был, все, гг, все, ладно, пошли дальше. И я думаю, просто с Рейзи еще, ну, игра такая нескучная, и когда близкая игра, особо обидно не бывает, когда ты все даешь. Хотя на чемпионате там было бы обидно, конечно, проиграть, но сейчас это вообще более-менее не важно, только взять деньги, там разница 300 долларов, так что все. Ну, получается, у тебя с Рейзи даже лучше получилось, чем с Венгуром, да? Да, я гораздо лучше играл, гораздо лучше играл с Рейзи, и да, да. Ну, старт очень у тебя тяжелый, то есть два таких сильных игрока с самого начала, то есть мне кажется, это может быть тебе потом даже в плюс будет, что тебе с самого начала попадаются, ты же говорил, у тебя третья неделя у тебя с кем? Тоже сильный. По-моему, с Максером, потом с Килсоном, потом с Авиком, потом с Рафой. Ну да, то есть вот это прям такой жесткий марафон, да. Занако там тоже есть. Ну, все довольно сильные. Вообще там даже Сиб, например, он стал лучше играть, надо сказать, он... Ну, теперь он не просто как-то автоматически у него выиграешь, он правда вот у каждого может забрать карту или выиграть там Б3. Нет, я так считаю, может быть не у всех, но в принципе не сказать, что он сильно слабее всех, он как-то вот теперь посильнее стал, и это вообще хорошо для всех, и он, по-моему, вообще попозитивнее относится к игре, так что... Да. Ты видел, он в шапке сидел какой, в ушанке. Да, ну ладно, все, пусть сидит как хочет, это вообще, пусть каждый как что хочет, мне как-то... Я понял. Значит, смотри, получается, значит, следующая неделя у тебя с, ты говоришь, с... По-моему, с Максом, можно проверить. Посмотри, то есть ты, пики и баны вы будете когда делать? Наверное, ну, лорник где-то, наверное. А у вас вообще сейчас есть какой-то определенный день? Делать пики? Да. До среды нам надо делать. А я с Знаку играю. Вот мне дали Маэстро вот подряд всех. Трех подряд, да? Да. Да, хорошо, будь тоже хорошо. Я... Все-таки Знаку, я хочу выиграть. Был бы, был бы мне это приятно. Просто, ты знаешь, когда в конце сезона, я помню, как это было, ты все время думаешь, если я ту одну карту выиграл, один фраг сделал, я был бы вот на девятом месте, у меня была бы сетка вот получше бы. Почему я не мог просто выиграть эту одну? Вот я помню, как это чувство. Мне все равно повезло. Но сейчас это как-то будет полегче, будет... Такие мысли будут сильнее чувства выносить, потому что топ-8, они вообще проходят второй день на Квайконе без проблем. Там автоматически, да? По сетке. Так что сейчас как-то... Можно сказать, пообиднее, если проигрывать. Хотя я говорю, что не обидно. Ну, просто думать про дальнюю дорогу. Так что я правда стараюсь, вот разницу между прошлым сезоном и в этот раз. Я хоть, может быть, так же мало играю, пракаю, но я стараюсь гораздо сильнее. Вот когда я сижу, я вот изо всех сил играю, вот то, что могу. Смотри, получается, до среды вам нужно делать пики и баны, а как вы определяете, в какой день? То есть это просто по желанию или... Просто пишем, пишем, и там надо до среды это все закончить. Нет, смотри, то есть я правильно понимаю, что ты, например, захотел пикать сегодня или в понедельник, ты пишешь, и он говорит, нет, давай в среду. То есть он может... Да, может так, и без проблем. Никто противно себя не ведет обычно. Если видно, что кто-то... там потеет от этого, пусть давай сделаем побыстрее, мне как-то не важно. А делаете... Через какую программу делаете? Через Крайнтер, по-моему. Куриндер, да? Я понял. Значит, они как-то требуют именно через Куриндер или сами решают игроки? Да нет, сами решают. Можно хоть черкать в игре, неважно. Понял. Значит, вопрос от зрителя, от DEMS. Спрашивает, с кем из про-игроков ты можешь сравнить Рейзи? На кого он похож? Немножко на Макстера, может быть, похож? Ну, может быть, я не знаю, трудно сказать вообще. Однажды Раф сказал, что я на него похож по стилю. Я не знаю, насколько это правда, но я вижу, может быть, некоторые вещи. Там, упрямость. Ну, так он довольно юникно играет, я бы сказал. Все немножко разные. Трудно ответить на этот вопрос, если честно. То есть он получается уникальный такой игрок? Ну, все, все. Ты скажи, а кто похож на Кельсона? Никто. На Драмиса? Никто. На Авика? Никто. Ну, можно сказать, Токс и Драмис, может быть. Но все равно. Было бы интересно, кстати, посмотреть там, имена убрать, и кто бы мог угадать, кто играет. Ну, да, интересно, кстати. В Counter-Strike такое часто делают. То есть, грубо говоря, без никнейма играет игрок, и типа определите, кто это, да? По стилю. Да. Еще в Quake Life по цвету Railgun пытались всегда определять. Ну, согласен, что в Pro League все-таки не так много игроков. Они, грубо говоря, все разные там, да, и в стиле много разных. Но условно, наверное, можно сказать, что там, я не знаю, Psygip и Драмис в чем-то похожи, да? Там, я не знаю, там, и Токс там тоже, да? То есть, это одна когорта игроков, да? Например, Rezi такой больше механика, да, крутейшая, да? Значит, плюс-бэк сильный. Не, но Rezi не только по механике, он тоже, он очень жестко соображает, понимаешь? Он, если ты ему даешь, если ты вот ленивое решение какое-то приняешь, он будет максимально тебя вот за это наказывать. Вот это все в ливнивости. И Келсон, и все вообще по большому. Ну, не все, но могу сказать, что там Венгер, и Занаку, и Rezi, и Келсон, и Рафа. Ну, Рафа не особо, он немножко по-другому. Рафа вообще очень уникно игрок, но вот эти европейские, они... Если ты просто там устал, ленивый мув делаешь, или вот вообще ошибку делаешь, они тебя очень сильно наказывают за это. Это просто вот дисциплина такая нужна. Это, кстати, почему Кирилл, вот, сильный игрок, тоже у него очень высокая дисциплина обычно. И он выиграет, может выиграть у кого угодно из-за этого. Еще один вопрос от From Heaven. Интересно, появились ли у Чина какие-то нестандартные для него пики чемпионов на картах? Честно говоря, такой расплывчатый вопрос. Появились ли у тебя нестандартные для тебя пики чемпионов на картах? То есть, стал ли ты какого-то, знаешь, что-то новое практиковать из чемпионов для себя именно на каких-то картах определенных? Ну, можно подумать. Ну, с Lush я пытаюсь побольше играть. Она вообще, когда я механически там готов, или я чувствую, что на этой неделе я буду в моду много играть, я ее бы выбрал, потому что она жесткая. Она много чего может сделать. Я вообще на лайтов хорошо обычно играю. На Doom, я думаю, можно побольше играть. Вопрос, если я так выбираю, я обычно... Ну, вообще скажу, вайзер. Вайзер я стал побольше брать. Даже, что он мне кажется... Знаешь, иногда ты выбираешь вот персонаж, и ты чувствуешь, что он... Ты как-то неудобно себя чувствуешь по ним. Ты играешь, ты можешь выиграть, но ты не чувствуешь себя вот... Мне очень... Я вот... Мне неприятно. А вообще, вайзер долго... Вот я его выбираю, вот потому что с ним есть проблема, что ты не попадаешь, у тебя вообще ничего нету. Вот почти. Так что из-за этого есть бонус стресс. И особенно, когда я не разыгрался там механически, тогда выбирать его как-то... Ну, понятно, что если ты выберешь, и вот не попадаешь, ты вообще все проиграл. Вот никаких там хитростей ты вообще не сможешь. Там какие-то обилки, там сферы кого-то за бурст сделать. Ну, так. Так что я отвечу, да. Вот это самый единственный персонаж, который я беру, который я немножко через силу его беру. Понятно. Ну, ты на этот вопрос еще много раз уже отвечал, но на самом деле его... Он часто его задают, да, и всех интересует. Давай еще раз повторим просто в рамках такого быстрого ответа. Блин, топ-3 чемпионов в игре. То есть все спрашивают, самый имбовый чемпион, ты уже отвечал, но давай закрепим еще раз три твоих самых имбовых чемпионов. Ну, давай скажем по онлайн пока что. Да, онлайн. Давай только онлайн. Значит, наверное, рейнджер, потому что у него сфера такая широкая. Мне кажется, она... Хитбокс пошире, чем... Я говорю про сферу. Хитбокс достает больше, чем видно по картинке. А у него есть много урона. У него есть... Он довольно жирный, и у него есть... Мобилари. Он по всей карте может там ракет-джампить, сферы попасть. Так что он такой... Универсальный. И у него нету особо сильного... Уикнес. Прости, забыл как сказать. Слабости. Слабости у него особо нету. Так что... Я бы сказал рейнджер. Потом дальше строг. У него просто кит. Обилки всей. У него... Слишком много у него есть. Он имба, мне кажется. Он слишком быстрый. У него обилка жесткая. И у него... Этот... Пассив. Обилка очень сильно. Так что у него все есть. Опять же, у него нету особо слабости. Как и рейнджер. И третьим, можно сказать, я думаю... Ну, наверное... Афина... Ну, кто-то из Лайтов. Их трудно... Наверное... Кто как. Ну, они все очень сильные. И, наверное... Ну, наверное, Анарки. Я бы сказал. Правда. Опять же, довольно мало у него слабость. Потому что даже что... Если он на Респе без обилки, он быстро... Он очень быстро может перемещаться. И он быстро часики может забирать. С ним легко обратно попасть в ситуацию, где ты опасен для соперника. Так скажем. Ясно. Так. Ну, давайте еще раз, чтобы все запомнили. Значит, Чен считает, что самые боевые персонажи в интернете это рейнджер, строк и Анарки. Да. Значит, сейчас мы... Подойдет скоро Синьзи. Мы уже будем переходить к Респлиге с пролигой. Значит, плюс-минус все понятно. Ты какие-нибудь матчи смотрел, кроме своего? Ну, понятно, ты свой играл. Я смотрел... Я посмотрел... Давай посмотрим. Я просто забыл, какие там были. Там был Killzone 3.0 AVEC. Я Killzone AVEC не смотрел. Носво Сириас я видел третью карту. Жестко Сириас очень попадал. Он вообще... Да, в конце сделал такой мув. Очень правильно сделал. Там был очень такой длинный стеллмейт такой. И потом Носво вот его дважды за рейл. И он... Если он бы сейчас Носво не убил, тогда он плохой очень позиции. И он напал как-то вот так. Бешено какой-то атаку сделал. И убил Носво. Потом он так себя комфортно, хорошо почувствовал. И все, закрыл игру. Я видел от того, что он хорошо сыграл. Рафу Toks я смотрел немножко, но было видно, что все уже Рафа выиграет. Венгер и Сагиб я немножко с СК видел. Тоже особо не смотрел. Хрон Макстер еще был матч. Да, да. И, кстати, ну какие еще матчи были? Наверное, Килсон и Ангер. А, вот Зинаку Сиб. Сиб удалось в карту взять у Зинаку, кстати. Да. Клач, да. С Клачом выиграл, да? Да, да. Ну вот, молодец. Это вообще... Трудно. Это нелегко. Сделать у Зинаку, выиграть на Клаче, значит, он правда, он хорошо. Нужно просто банить Клач против Сиба. Все. Так. Все, появился Синзи. Сейчас мы уже начнем тогда общаться. А Килсон и Авиак был хороший матч, кстати? Ну, не знаю. Чат, что вы думаете, был хороший матч это или нет? Мне показалось, что там очень уверенно. Ну, может быть, я заблуждаюсь, но как-то мне показалось, что там так. Без особых шансов для Авиака. Я вот не знал, оказывается, что 8 из 8 матчей Килсон в рамках Pro-лиги выиграл у Авиака. Но это мощно. То есть ни разу. Это была 9-я победа Килсона над Авиаком в рамках Pro-лиги. Да. То есть Авиак всеми считается всегда таким игроком, который, да, любого может выиграть. А вот Килсона, похоже, он не может выиграть. Сейчас добавим мы в CNZ. Секундочку. Кирилл, привет. Всем привет. Привет, ребята, как связь? В чате напишите. Так, значит, ну Карапта, да. А так в целом-то по матчу 3-0 и Карапта, да, действительно у них был в один фраг. Но если сравнивать этот матч Килсон, Авиак и, например, матч Рейзи-Чейн, ну, мне кажется, совершенно по накалу страстей два разных матча. То есть Рейзи-Чейн, каждая карта в один фраг с Адендесой, да, то есть семиминутной и так далее. То есть это прям был близкий матч. А Ава Килсона, если брать вот три матча, да, ну, можно сказать, что это без особых шансов. Ты, кстати, Синьзи смотрел какие-нибудь матчи или нет? Да. Какой матч тебе больше всего понравился? Мне понравился больше всего Чейн Рейзи как раз. Ну, интересно было смотреть. То есть очень близкие счета, да. Мне кажется, чуть-чуть не повезло все-таки Грише. У меня не повезло на Deep Embrace, а все другое мне как-то было неплохо. Мне кажется, ты там чуть-чуть не поверил, что ты можешь выиграть. Просто там растерялся, когда вот в этих решающих моментах в конце. То есть он как-то давил, знаешь, по-жесткому. Ну, на Deep Embrace там, да. Ну, я помню, был момент, я попал в Рейл на спауне, но я крюк я промахнулся, я упал вниз под красный, он там появлялся через несколько секунд. Если я не упал, я был бы в такой очень хорошей позиции. Я красный под боком и Рейзи 100, 100 хп, 0 армора, только с Рейлом. Вот так было бы. Но я упал, он забрал там часик, так что ему было 100. Он мог 2 Рейла зажить, а я только один могу. Так что я пытался там ракеты в него попасть директом или просто убегать как-то, но он такие моменты редко отпускает и все, вырил. Ну, там и на Вейле, я думал, все, ты его заберешь. Ну, то есть, он вообще грамотно сыграл. То есть, он пытался тебя наломами все нахватить, ты его принимал. Вообще, что-то там ракеты были, ракеты были хорошие. Вот, и на Deep Embrace, он такой, ты когда сравнял счет, помнишь, когда он появился, то есть, на Рейле, там тебе нужно было Хэви забрать, и ты промазал этим... Ну, я про это говорю, да. Да, это так вообще не повезло. То есть, он, во-первых, сделал тупой мув, да? Ты, наверное, не ожидал, что он так нагло полезет, потому что у тебя же под боком Хэви, по сути. Если бы ты, если бы ты туда смог, ну, то есть, я не знаю, на что он надеялся. Он надеялся тебя подрейлить перед тем, как ты туда запрыгнешь, или что? Не знаю. Он, наверное, хотел там... Он, наверное, не хотел медленно играть, он хотел вот закончить на... Быстренько. Быстренько, вот как-то по механическим... Ну, ты там камбэк, да, сделал? Ну, камбэк я вообще... Вот вчера я играл вообще с Рэйзи, я вот не по таймингу играл. Ну, по таймингу, ну, не стандартно. Я просто играл, чувствовал игру, вот просто вот такая плавная игра. И уверенно там за ним бегал. Вообще, там был момент, когда он кулаками там убегал. А я вот там, вот я его отпустил его, потом встретил его там на арморчике. И так вот. И просто было... Вот все чувствовалось хорошо, когда вот... Ну... Это самое... Правильное решение, ты все принимаешь, и он правильное решение принимает. И просто такой... Ну, комбат, скажем. Комбат. Батяня комбат, да. Ты знаешь такую песню Chain, кстати, нет? Нет. Группа Любэ, слышал что-нибудь? Ну, ты что, послушай. Мы тебя скинем потом, будешь слушать этот... Перед матчами заряжаться, так сказать, такой хороший... Давай. Да, обязательно тебя скинем Любэ. Ладно, сейчас... Кстати, Синзи, ты чуть позже подошел, мы обсуждали это с Chain'ом. Ты обратил внимание вот на этот супер-мув с джампом, с джампадом и с хуком, с возвращением, когда на Меге прятался на Deep Embrace Рэйзи на Шоге. Блин, не помню, честно. Там просто Фли сказал, что Chain случайно наступил на этот джампад, а на самом деле он спланировал крутейший момент. Потом скинем в Телеграм, чтобы посмотрели, ребята, потому что реально такой показательный момент. Он там прятался за последние секунды, и Chain, получается, прыгнул на джампад, чтобы Рэйзи подумал, что все, он убежал, да? И тут же вернулся хуком, получается, к нему и убил его. То есть прочитал его, что он именно там спрятался. Только, скорее всего, такие мувы в большинстве своем и решают против таких игроков, как Рэйзи, там, Килза надо... Ну, как Рэйзи против Рэйзи надо так играть, да. И это делать что-то вообще нестандартное. Он же так и, в принципе, играет. Да. Как у них... Он именно на неожиданности играет очень часто. Ты просто не ожидаешь, что это... Вот он не должен это делать, и он это делает. Ну, как-то он очень слишком упрямо себя ведет. И ты должен вот это понимать, что... Ну, вообще-то, если все вот... Если, например, если тебе было там 5 минут разобрать... Ну, не 5, ну, там, 30 секунд разобрать... Ну, ты точно можешь сказать, что вообще-то он здесь. Ну, когда быстрая игра идет, ты просто можешь запаниковать и подумать, нет, он бы не стал это делать. Нужно просто помнить про такие вот... Ну, да, да. Он просто еще очень-очень уверен в своей механике, да. Он все делает четко, не промахивается, как правило, да. Он уверен в своем аиме, поэтому... Он, наверное, на это и ставят зачастую. Ну, как бы, что он там каких-то из каких-то позиций тебя точно перестреляет. Вот. На этом тоже... Он даже зачастую в не очень выгодных позициях такое вытворяет, что... Да, да. Ну, самое вообще... В той момент было, вот, когда мне было там 9 хп, и он сверху с машинкой прыгал на мегу, а я попал в него директом, ну, Air Rocket попал. Это Deep Embrace? Да, да. Да, я помню, он на мегу, он на мегу падал. И мне надо было, у меня других опций не было. Я не мог убегать там, я не мог... Надо было просто... Попасть. С ним встретиться и попасть в Дума. Да, это было вообще... Да, это было... Жалко, они из твоих глаз, потому что это мы видели... Они показали в конце, по-моему. Показали. С моих глаз. Ну, в топ-10 фрагов зайдешь. Кстати, я думал, что, знаешь, как было бы круто, если вот в конце каждой сезоне они делали просто ростки какой-то фраг-муви. Да, вот, правда, вот потратили там, заплатили кому-то 2000 долларов, просто такой бы закрутили. За 2000 долларов это очень хорошее будет. Да, закрутили. Это такой бы закрученный. Вот, значит, так, давайте с Pro League тогда закругляться. Единственный вопрос еще с Синьзи. Ты какой-нибудь матч еще отметишь, кроме... Ну, понятное дело, все, наверное, сходятся во мнении. Не потому что Chain здесь на трансляции, а потому что реально крутейший матч был ChainRaisy, да? Какой еще матч бы ты отметил? Ну, вот я вот то, что мне вот в голову пришло, да, вот то, что я вот отмечаю. Вот так как-то все вяленько. Ну, наверное, Killzone, Avic тоже хороший матч был. Такой прям жесткий, прям очень жесткий. Там стрельба такая. И немножко обидно за Avic, что он на Crupted Keep все-таки так вот тельтанул. То есть я понимаю, в чем его задумка была. В том, что Ranger потратил арбу, да, он с Rocket опустил на те две хпшки в комнату с Nailgun, да, Killzone. Он пустил арбу. И вроде как Avic был на контроле, но у него стэк не очень был такой прям хороший, да. Но он все-таки решил наломиться, и понятно почему. То есть арбы не было, это был шанс, и у него не оказалось, да, ракет в конце. То есть он пустил ракету, и второй ракеты у него просто не оказалось, и он не убил Killzone, а у Killzone все было в порядке с ракетой. Супер попал. Вот. Наверное, вот эти два матча самые крутые были. Так, давайте тогда переходить плавно к патчноутам, которые у нас появились. Я скинул их в Дискорде. Откройте сейчас. Угу. Секунду. Да, кстати. Я вроде что-то видел. Самое прикольное то, что помните этот момент, когда в Респлиге, ну ты, Синди, точно помнишь, База спрятался на миге от Стоуна, значит, на Deep Embrace в текстурах там. Ты помнишь? Да, да, да. В самом конце. Да, да, да. Судя по тому, что так как Шафтасик тоже это стримит, кто-то из очень властных людей смотрел эту трансляцию, и, как видите, это пофиксили. Это на самом деле, ну, это очень необычно для Quake Champion. А? Где он запрятался? Слева, получается, от миги в текстурах. Если у кого-то клип есть в Дискорде, ребят, скиньте, я покажу. Значит, именно вот этот клип, потому что я помню, делали ребята клипы, и на Шафтастики, и у нас вроде делали. Вот здесь в фиксах, видите, написано Deep Embrace Fixed Exploit Outside the Amiga. Ну, да, да. Это реально просто у нас на матче Stone Base показал этот момент, и, ну, круто есть, они так быстро реагируют. Прям так бы всегда, как говорится, да? Да. Ну, в принципе, да. То есть они вот Айзена пофиксили, да? То есть могу я сказать, что это прямое вот в Дискорде про Лиги. Прямое взаимодействие. Да, да. Написали это... Насчет Айзена, да? Давай, инсайта. Кто написал, чейн, говори? Кто молодец? Ну, и вообще-то я написал. Ты написал про это, Мегахалз? Нет, нет. А про Айзена? А про Айзена, что турет просто падает. Я вообще этого не видел, но все почему-то про это говорят. Я сказал, ну, просто убирайте, чтобы он дохло, туретка, там, после минуты. И все. Да, как вариант. Ну, то есть хороший вариант. Наивно полагать, что кто-то там это раньше увидел, и это фиксит. Фиксит как раз-таки только когда видят... И они за неделю это сделали, кстати. Так что быстро все. Давайте по порядку. Первое, значит, вы видите, да? Crucible, disable most things currently doing 3H to identify. Ну, они просто делают как бы hardfix. Быстро пытаются там всякие проблемы убрать. Ну, это правильно. Да, но что значит, они большинство вещей отключили? Это что значит? А, кстати, не знаю. Вот в этом-то и вопрос. То есть, что там, текстуры они отключили или что, я не понимаю. Что они... То есть, тоже не поясняют? Может, кто-то в чате уже посмотрел. Ну, что-то они отключили, да, грубо говоря. И типа FPS перестал падать или что? Ну, видимо, да. Надо на PTS пробовать. Они пытаются найти, да, проблемы с этим способом. Понял. Ну, будем надеяться, что они их пофиксят. А я правильно понимаю, Chain, если они их пофиксят, то сразу вернут карту в Pro League или как? Да, да. Понял. Вернут. Значит, ну, мы обсудили то, что они пофиксили вот это место, где база спрятался со Стоуном. Инсомния. Ну, тут, понятно, не так важно, потому что Инсомнии даже в Pro League нет, и у нас нету Longestero тоже. Вот, Айзен, объясни, расскажи, Chain, что конкретно. И, я так понимаю, ты причина, почему это произошло, да? Ты говоришь, ты написал первый. Ну, там, ну, было известно, что туретка может через землю, там, утонуть, и ее больше не... Попасть в нее невозможно, она стреляет в тебя. Так что они не знают, почему это так бывает, и чтобы зафиксить просто через минуту. Ну, как бы максимум неприятность, это будет одна минута такого, и все. Потом у нас просто удалится. Да, через минуту. То есть они решили это, как бы, креативно подойти к решению этого вопроса, они не знают, почему, но тогда давайте турель, больше, чем минуты не может быть, да? Да. Понятно. И килла тоже вернули. Мне еще момент такой, мне кажется, это, в принципе, даже не... Безразлично от этого. Да, то есть не из-за того, что она, как бы, сама по себе турель куда-то проваливается, просто, ну, мне кажется, минуты достаточно. То есть ты поставил турельку, она постояла, опа, через какое-то время она исчезла. Ну, это логично, в принципе. Да, да. Вообще, все равно, больше минуты, по-моему, турель не стоит никогда вот в таких важных матчах, так что плохого от этого ничего не будет. Да, килл, а килл у нас что там? Ну, не такая большая, мне кажется, не такой большой буст. То есть с 0.8 секунда до 0.5, да? Ну, вернули, по-моему, к обычному. Ну, вернули, да, но гранат-то не вернули. Посмотрим, посмотрим. Ну, чуть-чуть его все-таки как-то приводит в чувство, да? Пытаются реанимировать. Вы считаете, что сильно это не повлияет, да, все-таки? То, что вот 700-500... Нет, ну, повлияет, но если достаточно или нет, посмотрим. Смотри, гранаты. Это, блин, это прям надо быть суперкилом, чтобы уметь использовать три гранаты правильно и как бы... Ну, то есть ими попадать или как-то... Не знаю, мне кажется, это все-таки маловато. Я думаю, четыре нужно сделать, и все будет. Ну да, кстати, могли бы четыре попросту быть. Четыре гранаты. Но четыре это как-то будет смотреться не очень. Число, да, такое-то? Пять лучше, да? Это понятно. Значит, дальше что у нас... А, кстати, нет, почему? У него два вот этих самых на плеч. Значит, два каждого, пять. А, ну, кстати, да-да-да-да-да-да. С точки зрения именно такого, получается, дизайна, гейм-дизайна, нормальный. Значит, апдейты какие тут еще игровые? Ну, что-то там с инверт-маусом, дэмэдж-индикаторы. Я даже не знаю, что это за проблема была с дэмэдж-индикаторами. Кто-нибудь знает? Не знаю. Может быть, в чате кто-нибудь знает. Я вижу, что... Самое главное, античит апдейт. Да-да-да, это... Они просто кидают это каждый раз, там... Да-да-да. Чтобы добавить просто... Не пробуйте. Текст, чтобы добавить текста и важности апдейта, да? Да-да, в самом конце главное. Так, знаешь, как Брюс Уиллис в фильмах всегда в самом конце и Брюс Уиллис. То есть обычно главных актеров в начале, а у Брюса Уиллиса всегда и Брюс Уиллис в самом конце. Вот так же тут, да? И еще апдейты античита. Ну, короче, понятно. Не очень тут много всего. Надо... Переживаем за килла, в общем. Переживаем. Да. Это-то... А как вы... Кто-нибудь вообще понимает, что за античит в Quake Champions? Вот знаете, например, там есть Изи античит, он во многих играх там еще как-то... Рикошет вот в Call of Duty. А в Quake Champions вообще есть какая-то компания, которая ответственна за этот античит или это... Наверное, встроенный какой-то античит. Вообще, есть он вообще? Я не знаю. Ну, я говорю, что в игре, в игре. Ну, вот видишь, его апдейт-то сделали? Да. Это кто помнит, из Волдов был такой панкбастер. Например, в Quake 3, вот, который вечно не работал. Из-за него лагало еще дополнительно и так далее. Поэтому... Не, на самом деле решений-то много. Есть, например, дополнительные всякие проги, да, которые они просто... Им нужно найти партнера какого-то, да. Это, видимо, финансово очень много стоит, я так понимаю. Кстати, я могу сказать, что вот... Вот говорили раньше про ECA, вот эта лига... Да, да. Вы помните, что было с этим? Вообще, вот этот... Тот, кто это изобретил, его вызывает LP Cain. Вот LP Cain. Он вообще я так написал, что все кто-то... Ну, эта программа была такая, как Anti-Cheat, да? Да, да, я помню. Чтобы все там, которые на этом клиенте, могли спокойно себя играть, зная, что сильный Anti-Cheat. И вот он у всех, пока это длилось, манил биткоины в этой программе и себе вот в валетку... Да, 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 было такое. У них же лига была еще, это же не просто Anti-Cheat, это киберспортивная лига, типа Face, я помню. Да, и, кстати, по-моему, ничего не случилось с ним. Он спокойно на яхте где-то сидит сейчас и все. Но уже не работает его, да, это... Да, да. Слушай, ну те, кто создали Face, это я просто тоже некоторых людей знаю, они тоже в порядке. У них как минимум... В порядке, да. Да, не яхта, но... Не переживаем за ним. Да, у них у этого, я не знаю, Румын-то как его... Трейсер, знаете его? Транзор. Транзор. В общем, ну это друг Тугуда, и один из... Он и инвестор Твича, неважно, короче. У него тоже все в порядке, вот они Face, это тоже... Face же продался ESL, ESL поглотила Face, да, я так понимаю, именно такое было. Вот, они тоже все хорошо вышли. В общем, киберспортивные стартапы в свое время могли заработать нормально. Ты сейчас уже, знаешь, все потихоньку начинают понимать, что это такое, как бы, ну, инвестиция. Непонятно, где там генерируют деньги. Вот, в отличие от, ну, игр самих, да. То есть игры понятны. Но Face, это еще с Терми как-то тоже завязаны. Да, с Терми тоже, да. И ДКТ или как-то? Да, ДКТ. ДДК. Нет, ДДК. ДДК, вы знаете, да, комментатор? ДДК. Да, я еще... Англичанин. Да, да, да. Он еще в Quake играл тоже. Вот я с ним прямо целыми днями тренировался. То есть очень много с ним играл, и классный он парень, на самом деле, очень интересный. Он же и кастер был классный, да? Вот они с ZSX друзья были. Вот это прямо они два друга, ZSX и ДДК. Вот они вместе начинали, еще в нулевые там и так далее. Но ДДК сейчас Valorant занимается, он развивает Valorant, да? Вот он, кстати, крутой кастер был, да, для Quake, но, к сожалению, его не потянуть уже к Quake. То есть он такой как бы, ну, и в КСе, и в Valorant востребованный человек. Прикольно, прикольно. Вот это Джо был, да, какой-то? Как? Джо. Джо Миллер? По-моему, он как. Ну, был Джо Миллера и Тугут. Вот они начинали все вот именно ESL, все вот это Faced Production для Quake, Quake Live и так далее. Он, кстати, да, был. Он был хорошо. Ну, Джо Миллера уже не до комментирования, он уже крупный босс, понимаешь? Я понимаю. Поэтому он глава талантов, именно комментаторов, по-моему, на ESL сейчас. Поэтому. То есть ему как бы, может быть, Quake и интересен, но... Но он, кстати, на самом деле Quake-то комментировал скорее из-за Тугуда, да, а не с Тугудом там Тугуд навязывал. Вот Тугуд крутой комментатор, конечно, Quake. Ну, видишь, он... Тугуд, да, он вообще очень все понимает. Он доту, он доту интернешнл комментатор. Да, да. Я помню, в аналитике, вроде бы. Да, все правильно. Но его же кикали, его лично Габен кикнул, да? Это вообще известный мем, что, типа, Тугуд слишком, типа... А за что? Ну, типа, он написал, что, типа, Джеймс – это жопа. Типа, вот, короче. Ну, как за что? Он как бы, у него очень крутой английский юмор. Вот, скажем так, да? Такой жесткий. И где-то там на азиатском не понравилось это, в общем, для Valve. Ну, это известный кейс. Вот, и Тугуду забанили. Его буквально недавно, год тому назад разбанили. И это было событие прям важное. Простили. Да, простили. И вот он как раз-таки был на каком-то мажоре. А еще из Quake, еще, ну, просто в тему был такой Force, помните? Конечно, да, он в доту. Он же в доту комментирует. Да, топово комментирует. Топово, да, комментирует. Мы его, на самом деле, один раз привлекли сейчас на последний наш турнир из Pop'n'Land. Ты знаешь, Quake Community, оно же такое... Знаешь, Force мне сказал, цитирую, как мне жалко Quake сообщества. Вот так он мне сказал. А Quake сообщества, его все захейтили. Знаешь, типа, зачем нам этот комментатор из доты? Кто это такой? То есть вот все эти эксперты, они прям накидываются. Почему? Он прикольно комментирует, он мне нравится. Ну, вот видишь, по мнению экспертов, к сожалению, растерял он, видимо, знания. Понятное дело, что это суперзвезда в доте комментирования, да? Но вот Quake сообществу такой комментатор не угодил, понимаешь? То есть они считают, что должен... Вообще они требуют всегда активное вот это меньшинство, они требуют человека, который сильно вовлечен в игру. То есть они хотят, чтобы игрок, который, скажем так, ну, шарит, например, вот как вы с Чейном шарите, да, в игре, да, и они хотят такого вот. Так же и Чейнси вспоминал Фли, да, который говорит, что он случайно на джампад прыгнул. Ну, это, кстати, не единственный момент. Ну, да, понятно. Ну, они там, да, немного комментаторов, они же там вообще особо не понимают, что происходит. Они просто, ну, как бы говорят. И вот когда вот они пропускают моменты, там они что-то там болтают, и пропускают очень важные моменты. Это надо вот, надо, чтобы второй там вмешался, говорит, вот все, заткнись, не надо сейчас про это говорить. Не, ты правильно говоришь. Это другая система. Это должен быть кастер профессиональный и проигрок, который мало говорит, но вставляет. В футболе это принято. То есть в футболе есть комментаторы, но там обычно меньше этих ляпов, да, там комментаторы лучше понимают условно, да. И с ними обычно в паре человек профессиональный. То есть это довольно-таки ничего тут изобретать велосипед не надо. Это обычная, как бы, ситуация. Но очень важно понимать, что далеко не все игроки могут нормально что-то кастить, понимаете, да, поговорить и так далее, да. Это тоже для меня. Мне вообще, кстати, не нравятся эти пуки-каки, когда говорят в стриме. Мне вообще кажется, что ты вообще делаешь, ну, там про какой-то, я не знаю. Что ты имеешь в виду, я не понял. Ну, вот, как, какие-то юмор какой-то там про... А, понятно. Ну, понятно, да. Юморок, юморок. Ну, главный юморист в Pro League это Forty Lions. Ну, да, но, кстати, он нормальный. Он шоумен прикольный, да. Ну, просто, когда в игре, как в Quake, мне кажется, совсем не место, вот. Там такая быстрая, и вообще там киллсен потеет там на к середине карте, а ты вот про какую-то ерунду говоришь. Ну, зачем? Это мешает вообще чувство игре. Хорошо, что это киллсену не мешает. Ну, я просто думаю, что вообще самое важное, вот, для зрителей, это кастеры. Они вот эту, между игроком и зрителем, это, они все вместе вот так вот вкладывают. Так что очень важно, чтобы они были такие опытные и профессионально себя ввели. Если, вот, если цель, чтобы игру развивать, я имею в виду. Ты все правильно, Чейн, говоришь, но вот смотри, пример тебе, да. Синьзи говорит, Форс – классный комментатор, да. И он знает, Синьзи знает, что Форс – это довольно-таки, он вообще звезда в ДОТа, понимаешь, да. То есть его день стоит там от 200 долларов, вот, значит, он, то есть он не дешевый, да, специалист и так далее. Вот в чем смысл, например, пригласить его? У него своя большая аудитория, так как это ДОТа, да, и он может, как бы, например, этой аудиторией поделиться и вот Quake, да, грубо говоря. То есть таких людей нужно в Quake каким-то образом привлекать. Но люди начинают сразу хейтить его. То есть человек уже там несколько лет не следит, да, прям жестко, да. И вот какой-то вот косяк, все, там, он, например, не знает там, что там какие-то обилки там что-то поменялись. Хотя он на самом деле не так там что-то косячил прямо и так далее. И все, все начинают его хейтить, да, и собирается вот куча людей, лобби такое, да. Активное мечество это называние начинает его прямо вот типа это и так далее. А самое-то интересное, что они даже не понимают, что Force это нафиг не надо. То есть это по дружбе он согласился, потому что Quake имеет такой, как бы, ну, пиетет и так далее. Более того, я расскажу секрет, что он нам сделал еще и скидку, вот, и так далее, да. Просто потому, что он оказался в Петербурге там и так далее. Мы его привлекли. Но на проверку оказалось, что люди еще и недовольны, что вот так известный человек из ДОТа. Это как, по-английски скажу, по-русски не знаю, jealous ex-girlfriend. Да, jealous ex-girlfriend. Она тебя обиделась, обиделась, что ты ушел. Вот то же самое, вот, нужно подумать, что ему это не нужно, и он все. К сожалению, их очень много кто ушел, и ушли они, потому что... Хотя у нас есть Диджей Уитт, например, он вообще большое имя. И он, кстати, тоже вначале там не знал никакие обилки, но они с ним... Он теперь нормально все говорит, и его имя и вот статус стоят того, что он не самый-самый там топовый комментатор, но, например, его можно оставить, мне кажется, так сказать. И для игры, для развития игры он полезен. Согласен с тобой. И ZSX, например, он вообще, он топовый. Он вообще, я думаю, мог бы любую игру там комментировать. Он как ДДК или вообще там ZOOT, или вот он на таком уровне. Так что зато у нас есть вот еще он. И там Ketchup, я говорил вначале, он тоже, мне кажется, получше стал сильнее. Понимать, и он, ну, легко его слушать. Да, ну так вот потихоньку мы вот поимпробуемся. Ты вот смотри, я с тобой полностью согласен. Диджей Уитт – это крутейшее имя для тебя и для меня. И, может быть, там для Синьзи, и еще для узкого круга. Это супер олдскульный чел и так далее. Но, к сожалению, его медийка уже небольшая. То есть, к сожалению, время меняется, да. То есть, и человек, который был от условно Fatality, да. Это супер имя для нас, да. И в начале нулевых это самый большой бренд в гейминге и так далее. Вы понимаете, он запускает сейчас стрим на Твиче, 50 человек его смотрят. Он никому не нужен. Все, то есть, время прошло. То есть, школьники там и так далее, молодежь не знает, кто такой Fatality и вообще не знает, кто такой диджей Витт. Ну, это, 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 сейчас ставлю, это же нормально. Да, абсолютно нормально. То есть, у каждого было свое время. То есть, и нужно идти в ногу со временем и соответствовать, да, вот тому, что хочет рынок, да, что хочет люди и так далее. Ну, понятное дело, вот я понял мысль, что у нас такого в Quake, к сожалению. Не, у нас есть Too Good, вот он медийно, он самый популярный, он намного более медийный, чем условно диджи Витт, да. И, например, есть вот этот парень, который кастер, знаете, да, который сейчас в Твиттере запускает вот этот, то, что ты рассказал тоже, Чейн, ты тоже обратил внимание. Флешмоб, типа давайте играть там в воскресенье, да, как его Джани, как-то так. Вот у него 700 тысяч подписчиков в Твиттере. Это огромный инфлюенсер с точки зрения именно озвучивания игр, видеоигр, да, вот он любит Quake Champions. Вот этого чувака, если позвать, это куда больше, как бы, медиа-охват, чем сейчас диджи Витт. Диджи Витт, кстати, больше на Твиче не работает с недавних пор, то есть он был 10 лет работал на Твиче, там, выпускающим директором и так далее, вообще, ну, такой важной шишкой был, да, сейчас он уже там перестал работать. А этот, кстати, Джо Роган, по-моему, тоже играет. Вот, ты правильно привел пример. Вот если вот представить, что приходит человек, да, например, говорит, я люблю Quake, ну, условно, я не знаю, там, кого-нибудь назвать такого, знаешь, что все поймут, Илон Маск, да, вот он приходит и говорит, чуваки, я Quake вообще-то, да, что у вас тут с Quake про лигой? Ну, он тоже, по-моему, кстати, любит, ну, не знаю. Он игрок, вроде, любит, ну, последний раз я смотрел, вот он проиграл. Ну, хорошо, но я знаю, что он вообще-то знает, по-моему, играл... Ну, понятное дело, что он знает Quake. Второй Quake, что-то такое играл, я не знаю. Ну, во второй Quake все из его поколения играли, понимаешь? Гоблин играет в Quake тоже. Да, Гоблин, ну, это ру, получается, аудитория... А Обломов такой есть, этот Тубер, он тоже в Quake Champions играет, он говорил о себе в видео. Есть такие люди. Короче, много известных таких людей, которые реально поигрывают, ну, навряд ли они интересуются прям там лигами и так далее, но пошпелить не любят. Ну, вот Джо Роган, ты правильно привел пример, то есть если вот представить, что есть неограниченный бюджет, и вот просто позвать Джо Рогана хостом на про-лигу, на финал, например, все, это, короче, взрыв, понимаешь, да, то есть медийный. То есть все узнают, что какой-то Quake Champions, у него реально будут, ну, как бы смотреть, там много людей из Джо Рогана. Много будет смотреть, и вообще, ну, наверное, ужасно вообще, дорого это было бы. Это нереально, нет, это никогда не произойдет вообще. Я говорю, что только если какой-то миллионер захочет, ну, типа, сошел с ума, ему, типа, денег не жалко, давайте Джо Рогана на Quake. Это только в такой случае может быть. Хорошо, могу еще сказать, я не знаю, точно это было или нет, но какие-то, по-моему, разговоры могли бы быть, и было сказано, что нет, это исключено, не за денег, а за счет другого это было исключено, именно с Джо Роганом. Ну, больше я не могу сказать, я вообще не могу сказать, если это правда, ну, мне просто в памяти что-то такое есть, я не помню откуда, там с кем-то я разговаривал на эту тему, так что... Я понял. Так, ну ладно, мы тут немножко, получается, отошли от темы, давайте потихонечку, да, патча обсудили, давайте к пикам, значит, как говорится, к нашей Респлиге, значит, первый матч Стоун Кельц. Давайте я вам тоже вышлю. Так, давайте сразу же, я просто смотрю на вас в каждом эфире, и у меня тут все. Я на всякий случай ссылку все равно скинул вам. Значит, Стоун Кельц у нас играют завтра, в 8 часов вечера, ну, что тут? Давайте стинзи первый, потом чейн. Так, смотрим, смотрим. Стоун, так, добавил слэшку, анарки, кейнс, вайзер. Ну, Стоун любит вайзера, он, кстати, очень хорошо на нем играет, да? Мне кажется, ему комфортно против любого персонажа будет на вайзере, в принципе. Поэтому здесь... Мне, конечно, больше нравятся анарки, он прям идеально подходит для Молтона. Но вайзер от Стоуна это тоже сильный... Сильный. Почему-то мне кажется, что Стоун выиграет эту капсулу. Я думаю, что... Может. Вот. А на следующий... На следующий тут мне больше нравится Кельцовский пик. Строг. Строг, он очень любит Строга, он как бы хорошо на нем играет. Как я помню, на Deep Embrace это его самая сильная карта. То есть он будет себя комфортно чувствовать. Стоун, по-моему, играл с базой на Никсе, да? На Deep Embrace. Да. Да. И база играл на... На фиге. На слэшке, да? На слэшке, да. Вот, поэтому не знаю. Вот Кельц правильный бан сделал, мне кажется. Очень хорошо, что он рейнджера забанил, потому что... Стоун любит рейнджера. Он очень сильный у него. Сразу же убрал... А ты не думаешь, что он на Вейл его банил, нет? Я думаю, в принципе, он просто его банил. Вот, поэтому... Как бы хороший бан. Вынудил Стоуну взять Никсу. Наверное, потому что она сильная тут. Хотя, на самом деле, он мог взять и Афину. Да? Ну, Стоун. Да, да. Стоун, что-то я вот не могу вспомнить, чтобы он... Кто в чате, эксперты пишут, что Стоун вообще играет на Афине? Что-то редко его видишь на Афине, мне кажется, нет? Ну, как бы, просто он первый пик берет, да? И, то есть, Никсу... Вот как раз-таки строк, мне кажется, контрит, если он... Хорошо умеет на нем играть. То есть, да, он там быстро будет передвигаться. Ну, с другой стороны, Никсад сейчас очень хорошо вписывается в Deep Embrace. Это зависит от Стоуна, как он себя поведет. То есть, в самом начале, если он возьмет контроль карты, то есть, я думаю, у него все будет хорошо. Если он опять отдаст, например, два айтема сразу же, то будет очень плохо. Ну, то есть, ему будет тяжело. Тяжело играть против Строга, который будет летать там и так далее. На Вейли равные пики, очень... Ну, то есть, стандарт, тут 50 на 50. Мне, как бы, больше нравится Сварлок. Потому что на скейле там надо прям... Если скейл, например, на том же Молтоне или на... Что мы там еще... Где его еще, можно ли? На... Рафа его сыграл там. На руинах, наверное, он играется, нет? Да-да-да. Вот на руинах. То... Или на Молтоне мне как-то больше нравится. Здесь, да, вот Рафа на нем играет. И Дед Строгсич вроде играет. Да, но на нем надо очень хорошо уметь. И Сварлок от Стоуна... Хороший пик. Мы, по-моему, спрашивали, Кельца играет он на скейле или нет. Да, в каком-то интервью. Я помню, он говорил, что ну так, поигрываю. Соответственно, я думаю, что тут как бы хоть и 50 на 50, да, пики, но Стоун поувереннее смотрится. Плюс у него Вейл очень хорош. То есть все видели. Да, это его самое сильное, наверное, карто. Да, то есть он все там респы, все это знает. И я думаю, ему будет... Если бы он брал кого-то там против скейла, например, я не знаю, ну, если бы Галена какая-нибудь была, то было бы очень сложно. На Атак Сор, короче, пик. Вот, насчет Carrupted Keep, опять тут 50 на 50, но BG мне больше нравится. Вот после того, как его апнули, он сейчас очень хорошо... его берут, его стали брать почаще. Раньше только на ЦК, сейчас его, в принципе, уже берут на других картах. На Авокине часто видим. На Авокине. Да, кто-то... Это ошибка, мне кажется. Ошибка, но, может быть, ну, частенько что-то он прям мелькает там. Подожди, вот тут Кельц и Клача... Нет, но не в первом пике. Да, Кельц Клача вычеркивает на Карабине. Мне кажется, это вот явная ошибка. Кельц просто, наверное, не знает. Но на Клаче вообще такого мы не видели. То есть это... Да нет, это не ошибка. Он просто вычеркнул, чтобы дальше остались герои. На Авокине, да. Да, чтобы на Авокине осталось на Клом играть вообще. Чтобы он не играл на Клаче, вы имеете в виду, да, получается? Да, да. Все, тогда понял. Да, да, что-нибудь такое, чтобы не произошло. Поэтому кто там же оставался? Килл, да, опять. То есть у нас килл последний остается. Бедняка. Бедняка и килл. Бедняка и килл, да. Киллушка. Ну, с тремя гранатками. Ну, блин, у него же четыре отверстия. С четыре отверстия, а гранаток всего три. Не понятно, почему так. Ну, тут как бы 50 на 50. Ну, мне больше Стоуна нравится пик. Ну, а Кельс хорошо играет в ЦК, как я помню. На Рейнджере там Пакстера выиграл против Анарки. Хорошо там считал, передвигался. Вот. А насчет Авокин, тут, конечно, Doom явно сильнее. Посмотрим, что Стоун на ДК. Но Стоун на ДК прям уже показал нам против базы какую-то безумную игру на руинах, да? Да, да. Да, это просто там так вышло. То, как это сказать, карта такая, что, в принципе, под ДК, мне кажется, больше подходят руины. Ну, именно в матчапе против Галены, да? А тут как бы Doom, это топовый пик на Авокин. Как вы думаете, Шейн? Да, я согласен. Я думаю, что по целому... Вообще, вот 3-2, я думаю, пользу Кельса будет. Я объясню. Первая карта, я тоже Анарки согласен. Просто больше... Мы уже часто, почему-то этот матчап есть. Анарки против Вайзера здесь. Мне кажется, просто спокойнее играть на Анарки. На второй карте тоже согласен, что Строг и особо у Кельса сильный. Строг на Дип Эмбрейсе. Опять постабильнее. Так что это уже 2-0. На третьей карте Стоун сильно на Вейли играет. Кельс мы знаем слабенько на скейл. Торлак забафили. Отдаем Стоуну. Четвертая согласен 50 на 50. Я, кстати, не знаю, насколько сильно Стоун здесь... Ну, в общем, ему нужно выиграть с Коррапты. Потому что третья ему тоже будет сложно выиграть против Дума. Так что в пользу по пикам я бы отдал Кельсу. По скиллу, может быть, Стоун немножко посильнее. Ну, посмотрим. Будет хороший, кстати, очень... Я думаю, что сейчас... Ты просто про счет говорил, и я не успел сказать. Я думаю, что 3-2 в пользу Стоуна. Мне кажется, Молтон за Стоуном, Вейл за Стоуном и Коррапт за Стоуном идет. Но у нас, как всегда, это получается... Развилки. Немножко другие исходы матчей. Это понятно, потому что может произойти Квейк Чемпионс, и игра просто в самом начале, там, отдаешь кучу фрагов, и все. Ты пишешь, давай рестарт. И нормально сыграем. Вот так вот. Так, сейчас я включу следующий матч. Это у нас будет Бакстер Бейси. Буквально через секунду подойду, а вы пока начинайте. Я включил его Бакстер Бейси. Давай. Ну что тут, Павелли? Опять Рейнджер стандарт. Мне кажется, сильный пик. Против Гален, да. Против Галена тем более хорошо. Тут как бы... Ну, плюс Бакстер любит Галена, в принципе. Ему очень комфортно. И Увейл он хорошо знает. Мне кажется, это самая сильная карта у Бакстера. То есть... Ну, а также это одна из самых сильных у Бейза. Как бы... Ну, персонаж у Бейза посильнее, я думаю. Немножко, да. Вот это тим. Тут, мне кажется, у Бейза получше будет пик. Да, но хотя... Все-таки, если бы был Айзен, да, то на Галене 50 на 50. А вот в данном случае, как бы, Рейнджер... Не знаю. Возможно, ДК был бы... Смотрелся бы получше. Кстати, нужное ДК больше выбирать на Вейле, мне кажется. Ну, против... Да, против Рейнджера. Вообще против кого-нибудь. Ну, на нем тяжело, в него попадается хорошо. Как бы, да. То есть, но с другой стороны, это хороший... Дев может быть против Рейнджера. Да, да, да. В случае чего. Потому что Галена себя только тотемом может, да, в том-то случае защитить. Вот, а Рейнджер все так же сильный. Хоть его и немножко урезали, но все равно он такой же сильный, как и всегда. Вот, на второй карте... Мне нравится пик Бакстера. Ну... Опять же, Клаччат сложно будет. Жило, очень тяжело. Да. Нужно будет... Часы контролить. Часы контролить. И нужно просто не... Вначале не отдаваться. Потому что может быть очень жестко, если ты... Плохая смерть есть. Все. Клач просто... Быстро за тобой гонится, у тебя нет крюков и все. Да, да, да. От него тяжело убежать, если у тебя как раз таких крюков нет. А у Клача... У него цель, да? Собирать часы. По сути, ты всегда будешь... Если ты часы не контролишь, ты всегда будешь без часов. И у тебя будет дефицит постоянных крюков. Да. Поэтому важно позицию будет занимать, да? И попадать. Много попадать. Потому что Бэйс будет как бы все, скорее всего, грамотно делать. На Клаче ему уже комфортно, поскольку он уже матчап играл. Молодец, кстати. Да. Хорошая лига, вот такая вот, респ-лига, для такой проб. Проба ошибок. Не, ну... Я согласен, Чичейм правильно говорит, что здесь больше... Во-первых, не забывайте, что здесь 5 карт. И вот мне интересно... Даже возвращаясь на прошлую неделю, вот человек пишет... Ну, База говорит, я, говорит, Клача играю для того, чтобы разнообразить свой кеймплей. Ну, давайте даже допустим, что мы верим в то, что это так, да? Просто... Он же все равно стильный. Ну, как бы Клач, он очень стильный. Да, смотрите, какой момент. И человек пишет, ну, согласитесь, действительно, База же не берет, Клача не брал, когда играл в Пру-лиге. Но не забывайте, что в Пру-лиге 3 карты. У нас-то 5 карт, да? И здесь просто кейсов больше вариативности именно с точки зрения, какой чемпион с каким-то играет. И вот, например, матчап был с Сайфер против Базы, да, на руинах. Сайфер на Биджее, а База на Клаче. Ну, то есть два супер игрока играют такой матчап, и в котором мы понимаем, что Биджее, ну, круто контрит прямо Клача, да, получается, по идее. Вот. Такой кейс не так часто может встречаться в Пру-лиге. Почему? Потому что не доходит просто до таких матчапов. Ну, да. Ну, просто ты не хочешь такой риск брать в Пру-лиге. Да. А здесь, да, вот ты по фрагам все-таки. И ты где-то все-таки нужно пробовать вот напряженные ситуации. Ну, не на слишком напряженные. Ну, Базу как раз-таки с Бакстером и пробуйте, потому что с Сайфером или со Стронгсей же ему трудней что-то проверить, да, согласись? Все-таки... Не, ну, с Сайфером просто не повезло, там, это руины, да, как бы, на руинах очень тяжело на Клаче играть. То есть там точно эта монетка, а на Вокене он отлично подходит. Он везде может запрыгнуть, и карта прям очень хорошо. Кстати, с Бакстером хорошо играть. Вот я люблю пракать с Бакстером. Так, на разминку и на все. Он правильно все делает и вот играет как надо. И он очень, мне кажется, он над них, ну, хорошо с ним как трениться. То есть ты имеешь в виду, что он именно как по мозгам делает все правильно, но ему не хватает стрельбы, например? Ну, его стрельба тоже неплохая, но я просто говорю, что там, ты можешь проверить, если вот это выгодно, такой мув сделать или такой пик сделать или вообще. И с ним вот так вот пракать. Да, 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 понятно. Ну, вот на следующей карте, то есть на Молтоне, тут как бы Бейс берет первую карту, ой, первую карту. Первым пиком Никсу, да, и вот он отвечает скейлом. Что еще есть? Был же Вайзер, да? Можно было взять Вайзера. Ну, это, кстати... Нет, скейл сильный, я это, это понятно, это понятно, но, блин, опять же, он требует исполнения очень хорошего, то есть Бейс очень сильно играет. Мне нравится пика Никса здесь вообще-то, мне нравится вообще, вот, вот даже на каком-то финале, на лане, вот здесь ее очень комфортно играть, мне кажется. Если надо выиграть, ты очень медленно играешь, очень, так, очень потно можно убегать и просто без ошибок играть и выиграть игру. Так что здесь она мне вообще-то, вот, по очень важным матчам, она хороший пик. Да. Никса, Никса это, это верняк. Это жесть. Это жесть. Скейл это тоже жесть, но, блин. Кругая жесть. Надо прям, надо прям вот на нем исполнять. Надо исполнять, и тогда, и тогда Никсе сложно очень играется, да, но карта позволяет и скейлу хорошо себя чувствовать, и Никсе. Да, да. Но тут, как бы, Никса от базы, поэтому он очень много играл на Молкине за Никсу. В то время мы тренировались Анарки Никс, или наоборот, как бы, много очень отыграно было на Молкине, поэтому... Я помню на Молкине он очень, по-моему, больше всего любил Анарки. Я помню, когда я с ним играл или где-нибудь встречался, вот, мы боролись за этого Анарки на этой карте. И правда, он там... Мне кажется, что Анарки там самые вообще сильные. Это кажется. Да. Ну, блин. Да, да, Анарки слэш Никс хорошие. Мне кажется, ты же еще и Афину там брал. Брал, но там нужно три крюка, чтобы там с красного на Шогу напасть, или с красного на Нейлган. А если ракет джампом и два крюка? Ну, ракет джамп это вообще... Для Афины это страшно, да? Минус 50 кп просто. 50% точнее. Так, ну, на руинах... Наверное, он Вайзера оставлял как раз-таки для руинов, или что. Хотя у базы был первый пик. База забанил Биджея. Объяснишь, почему? Чтобы сыграть либо на Вайзере, либо на Строге. Понятно. Наверняка. То есть, если он Вайзер бы, да? Да, если бы он забанил Вайзера, например, Бакстер бы взял Строга. Да, да. И ему пришлось бы играть, что там осталось. Ничего. Поэтому, да, все правильно здесь. Блан как бы. Биджейт, тут вместо Blood Covenant а Crushable должен быть, да? Нет, почему. Я не знаю, почему у них Blood Covenant. Классно, что... Тут Crushable должен быть. Вот. Поэтому Вайзер и Строг — это примерно равные пики, я считаю, для руинов. То есть, для руинов — это реально равные пики. Но Строг, в целом, Строг, он побыстрее будет, да? Он же побыстрее чуть-чуть. Он просто немножко побольше МБ. Да, такой, как бы, да. Более имбовый. Но, опять же, Бакстеру нравится Вайзер на руинах. И, как бы, легко не будет, я думаю, на Строге. Вот, в любом случае. Как бы, примерно равные. Но, наверное, все-таки у Базы тут Строг, как бы, будет получше. Строг хороший. У него есть тут еще обилка, да? Пикер, который может зарешать нужный момент. А у Вайзера в этот момент как раз-таки может ничего не оказаться в кармане. А, да, все, Бакстер ответил. Крушибл — это, ну, ошиблись ребята, просто не выбрали. В общем, Блад Ковенант — это, считайте, Крушибл, да. Да, ну, тут, как бы, ну, Бейзер, наверное, посильнее пить. Ну, ДК, да. Мы же вообще считаем, что это прям имбовый. Хотя вот Бакстер забанил килла. Чтобы оставить, чтобы... Чтобы оставить два средних. Ну, чтобы килл не играть против ДК или... Да, Дума. Не, ну, просто Бакстер же вроде как умеет на килле играть. А, ну, кстати, Бейзер немножко троллит вообще здесь, мне кажется. А, ну, прости, это Крушибл. Я не понял. Это Крушибл, да. Да-да-да, Крушибл. Крушибл. Как правильно? Крушибл. 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 Так что, да, все правильно. Все как надо. То есть Бакстер килла убрал в надежде... Ну, не в надежде, он понимает, что ему ДК ДУМ лучше, чем ДУМ килл. Условно. Да. Конечно. Или там ДК килл. Потому что... Не-не-не, просить дальше. Так, переходим. У БАЗа пока получше питье смотрится. Прогноз. Бакстер такой с дефолта игрок, да, он как бы хорошо отыгрывает эти дефолтных персонажей, и как бы ему нравится. Прогноз на 32, наверное, БАЗ. Две карты даешь Бакстер? Нет, 4-1 БАЗ. А дожди, подожди, сейчас я еще раз посмотрю. Рейнджер Галена. Угу. 50-50. Угу. Не, 3-2 БАЗ. Какие карты ты думаешь Бакстер возьмет? Чейн, какие карты? Он где-то, я думаю... Вообще, я скажу, 5-0 вообще. О, уже 5-0. Все, все будет. Я думаю, что Молтон будет близкий, но я думаю, что все-таки... Если одну карту заберет Бакстер, это будет Молтон, мне кажется. Хотя я не помню, он играет на скейл? Я вообще... Черем забываю. Это вот наш очередной вопрос. Вот играет этот игрок в скейл. Вот тут, конечно. Ну, играет. Он играет в скейла, просто... Тут вопрос в другом. То, что Бейс на Никсе. Если там была Сорлок у Бейса, например, да? Это другой разговор. А тут как бы Никса. Вот. Поэтому очень сложно. И как бы процентов выигрыша маловато, мне кажется, для скейл. Вот. Но в целом у Бейса пики какие-то понадежнее. Вот. Это, по крайней мере, две последние карты. И что Строк, что ДК, да? Вот. Ну и третий тоже Молтон полз. А вот первые две. Тут, конечно... Бакстер может, в принципе, выйти. Я думаю. Ну и руины, возможно. Да, да. Руины тогда уже победа будет тогда, если он руины еще выиграет. Вообще, как вы считаете, что это вообще реально, что Бакстер выиграет Бейса? Потому что... Ну, возможно. Да, все реально. Ну, как бы выиграть. Все возможно. То есть просто мы-то исходим из того, что напикали, да? Как бы, как это выглядит примерно из нашего какого-то опыта. Как это играется там и так далее. А в целом в игре-то, конечно, может любой. Там хорошо поспал, я не знаю, поел. Настроение отличное. Вот настрой вообще очень важен. Да, Бейс, наоборот, может, например, там, я не знаю, не выспаться или что-нибудь еще. И как-то не так. И там какая-нибудь фигня случилась в игре и посыпалась. Но такое, конечно, навряд ли произойдет, потому что Бейс, как правило, отыгрывает все матчи хорошо. И он в пролиге это доказал, как он играет. Поэтому я думаю, что можно какой-то процентик маленький отдать, что у Бейса игра не будет складываться. Но навряд ли. А плюс он еще и Стоти выиграл. Да. Второй из трех последних. Надеемся, что вот до конца, ну, до Квейк-Кона все-таки в Челленджеры они смогут играть. Это было бы здорово. Вот это был бы очень жесткий финал. Там База, Сайфер, Кулер. Кулер, не, ну, Кулер. Ребят, шансы, я не знаю, ты писал, ты же говорил, что ты ему напишешь. Шансов. Я напишу, я найду. Шансов, что Антон будет играть очень мало, понимаете. Просто, ну, я не знаю, это прям чудо должно какое-то произойти. Для него, видишь, это... Ему важна мотивация, да, и тут, я так понимаю, мотивации у него сейчас, конечно, нет. Так, финально. Значит, Чейн, ты 5-0 или 4-1 ставишь на базу? Ну, скажем, 5-0. Я все время, когда говорю 4-1, оказывается 5-0, так что... 5-0. А ты, Синь, здесь все-таки 3-2 победа базы. 3-2, да. Понял. Так, идем к следующему матчу, получается. Но мы посчитали, что это будет матч тура первого дивизиона. Почему? Потому что и Сайфер, и Стронгсвич, они в топ-3, да. Все-таки база на втором сейчас месте идет. А, значит, Бакстер в самом низу таблицы... Вот это вот интересненько очень даже. Вот этот матчак. Вот сейчас мы его давайте тогда и обсудим. Сайфер, Стронгсвич — это, по нашему скромному мнению, матч тура, да, и который, на самом деле, для финала вообще турнирной таблицы очень много будет значить. Если Сайфер побеждает, там у них, на самом деле, сейчас вообще минимальный отрыв. Получается, Стронгсвич, база и Сайфер втроем, да, в топ-3. Значит, и вот как раз матч Сайфер в Стронгсвич. Давайте обсудим. Ну что, здесь, да, это будет, правда, опять же, как ты сказал, близкий матч. Можем даже сказать 3-2 будет без никакого анализа. На Караптиде 50 на 50. Опять Сайфер делает такой слегка необычный пик. Ну, понятно, что ДК там выбирает, но первый пик, не знаю. Хотя он, он, по-моему, хорошо играет на ДК, он выбирает его довольно час, ну, почаще, чем другие. Ну, трудно сказать, кто выиграет эту карту. 50 на 50 совсем чисто. Сайфер там очень сильно, вообще-то, была сильная карта. Стронгсвич тоже неплохо, но там рейла нету. Так что, с этим размышлением, думаю, что все-таки отдадим эту карту Сайферу. Там ДК просто хороший каунтер для рейндж, там он у тебя врезается, а ты можешь просто обратно ему больше даже дамагать сделать. Так что дадим первую карту Карапти. Не знаю, как Кирилл думает. Кому? Сайферу. Сайферу Карапти? Да. Он там очень сильный. Ну, Сайфер сильный, понятное дело. На Карапти именно. Да, ну, просто тут еще психология, такой момент, как бы, да, это первая карта, он еще не такой привыкший будет к Стронгсвичу и может фильтануть плюс ДК. Как бы, на ДК против Рейнджера на Карапти. Ну, прикольно, конечно, но Рейнджер-то посильнее, наверное, будет. Прикольно. Как бы, он, тем более, Стронгсвич еще хорошо на Рейнджере играет. Тут, мне кажется, все-таки в пользу Стронгсвичу. Да, 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 он очень, скажем, он, да. Так что, они в курсе, что это все-таки Крусибл, а не Бладкабнет, или... Ну, тут, смотри, какая ситуация. Они все в курсе, я сейчас у них узнаю. Тут проблема в том, что Джанго по какой-то причине сам это поменял. Не знаю вообще, понятия не имею, почему он это сделал, сейчас выясним, но... А разве на прошлой неделе мы не разговаривали про то, что вот из-за того, что... Но мы же со следующего сезона будем это менять. А, понятно, понятно. Тут как бы игроки проголосовали, мы не виноваты, что... Я думаю, что они, во-первых, оба согласны на... Либо это Крусибл, либо это Бладкабнет между Стронгс и Эйджи Сайфером. Так что здесь проблем не будет, ну просто, я не знаю, если они... Ну, вообще, они забанили, так что не важно. Ну, просто уточнить стоит у них. Вот, как бы, ничего страшного. Так дальше, на Deep Embrace, я бы все-таки отдал бы здесь Strong Sage, он здесь очень комфортно на Никсе играет. Doom, я бы не сказал, здесь самый сильный, он... И вот, по-целому, его можно зашофтить или за рейлить за карту. Там, он вот такой очень... Ну... Летающий. Я знаю, как по-другому сказать. Скинуть его легко. Ну да, да. Это нужно, ты все время про это думаешь, что ты всегда здесь играешь в Doom. Теб, вот, в... Есть чувство, что тебя скинуть можно очень легко. Так что... Я дам это Strong Sage. Я думаю, почему-то, что здесь Doom все-таки поинтересован. Как бы... Понятное дело, если бы я, например, пикал либо Doom, либо Никс, я бы взял Никсу, скорее всего. Но, как бы, Doom... Сайфер себя на Doom очень комфортно чувствует. И его план, это просто... Ну, пережирать Strong Sage. И как бы... Я думаю, что у него это хорошо получится. По стаку, да. По стаку играть. Да, он будет играть по стаку и просто пережирать его. Он знает, как это отыгрывать. И он чувствует... Отвечать на рейлы. Если он будет отвечать на рейлы, все будет жестко. Он будет. Согласен. Тем более, если он проиграет первую карту, у него прям будет очень-очень мотивация на то, чтобы отжать Deep Embrace. Потому что, если он отдаст Deep Embrace, он, скорее всего, тогда и отдаст Awoken. Потому что на Awoken там скейл. Да, он не наигран 100%. То есть, Сайфер навряд ли против скейла играет каждый день там на Awoken еще где-то. Да, это будет для него неожиданностью. Вот, поэтому... Ну, скажем про Awoken, кстати. Я знаю, что StrongSegger мне лично говорил, что он здесь считается скейлбер вообще одних из самых сильных. Он говорит, я не понимаю, почему он больше здесь не играет. Да, он его и поигрывает иногда берет, да. Так что... Ну, я... Я... Я не знаю, я в это не верю. И Сорлак, как мы знаем, хороший контур. Ну, не знаю. Ты что думаешь про Awoken? Сорлак хороший контур пик. И плюс, как бы, Сайферу комфортно на Awoken в принципе играть, да. Это его самая сильная карта. Плюс ему на Сорлак комфортно. Но StrongSegger может его просто выбесить. Ну, как бы, просто скейл, пинг, там, какие-то мувы непонятные будут. Это может вывести его прям конкретно. Ну, просто одно дело, если бы Сайфер там... Ну, у него уже был опыт игры против скейла, да. На Awoken. Я думаю, что у него этого опыта нет. А вот как раз-таки у StrongSegger есть этот опыт. Как играть скейлбер здесь. Да, и как играть против, ну, там, того же Сорлака или, там, кого-то еще. Вот, поэтому это может быть вот как раз-таки неожиданностью. Сайферу нужно будет очень... Особенно в самом начале постараться, чтобы не отдать... Да. Да, чтобы его не прогнали. На каком-то вот таком чизе. Да, да, вот на каком-то вот таком непонятном муве, где он ворвется, что-нибудь там сделает. Понимаете, вот эту грязь. Потому что это пинг, и это скиллберер, и это Awoken. Там много вот этих факторов, они могут сказаться, да, на результатах Сайфера. Вот, но если посмотреть на две последние карты, то вне зависимости, какие пики, ну, то есть у StrongSegger, мне кажется, здесь по-любому, что на руинах, что на Молтоне, Сайфер выглядит интереснее, во-первых. Во-вторых, ему будет комфортнее так играть, и он прям... И плюс StrongSegger не очень хорошо отыгрывает на VQ3 персонажах. То есть... Кстати, да, 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 ты, кстати... Хороший пункт, что у него опыт гораздо, как процент... там сайфер у него сколько лет уже на веке 3 чем пакта у строн сейдж не строго 3 да понятно да так что и совсем согласен с тобой вообще и до на рынок я бы взял вайзеров да кстати сайфер ну хитро будет использоваться я думаю не знаю если строн сейджа знает какие-то ну по-моему на руинов не осталось никаких там вкус кустики все убрали порезали так что на 4 карты как бы сайфер выглядит посильнее даже 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 не в том что что он хорошо знает эту карту или там у него хорошего вайзер просто и это тоже конечно же это несомненно просто ему очень комфортно играть против выпу три персонажей и и на персонажи таком и против соответственно ему будет прям то есть если он хотя бы одну карту возьмет из первых трех я думаю что две последних за ним ну молтон да да биджей и джей ну кстати айзен слабенький на молтоне потому что часики там ему сильно не помогает вообще часики айзену не нужны а биджей на наоборот ему очень важно часики так что да я скажу что по целому 32 сайфер все таки я думаю корабль он выиграет руины и молтоном выиграет а я думаю deep embrace руины и молотом вот как раз но будет что будет посмотрим это кстати интересные у них пике ну тут без всяких строгов слышь и анарков афин то есть такие прям надежные надежные пике это скелл и рейнджер вот самое это грязное да 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 вот грязь грязь ранджер и скелл да а больше такой грязюки то и нет так что так вот 32 сайфер то есть оба вы уверены все таки что сайфер 32 побеждает не не уверены но после рассуждения боков анализа так ну вроде тогда смотрите почти мы с распригой тогда с первым джону посмотрели сейчас скину вам ссылочку там посмотрите это как шутка да но замечали вы или нет макстер сам в твиттере написал что он играет стоя реально выглядит на камере как будто он стоит а то есть я конечно ну вот я сейчас например что я сейчас стою да но не играю да и к тому что либо он так сидит действительно прямо-прямо-прямо просто фантастика да это к вам еще руки вот так как-то они примут да то есть он высокий высокий вылик он не высокий метр восемь лет а да даже ниже мне кажется он мне казалось что он прямо метр восемьдесят пять у них как минимум метр девяносто то есть он такой среднего роста получается да среднего да он же аргентинец ну да аргентинцев то очень высоких и нету согласен они все как бы это но для аргентинца он высокий я скажу так нормально то есть среднестатистический рост у него метр восемьдесят как бы просто он сидит нормально там ест нормально на улицу выходит ну просто такой нормальный правильный правильный я понял мне кажется он он сам по себе такой очень позитивный чувак да да у него вайп такой всегда ну доброжелательный и как бы в принципе по нему видно что он радуется что живет и как бы и соответственно и соответственно это сказывается на его результатах он как бы не у него нету каких-то грандиозных ожиданий он просто кайфует он играет потом занимается какими-то еще делами в жизни то есть у него все в балансе и он как бы ну не злится там не рейджи вообще как бы и это также сказывается на его игре то есть третье место на квайконе мы говорили барселоне мы про это с тобой до обсуждали а вот весь шутит про то что да он написал по скриптам да ребята я играю стоя типа все шутят видимо уже что он стоя на камеру то выглядит действительно как будто ну он просто на самом деле так прямо сидит что выглядит как будто реально стоит да плюс у него рук не видно да как бы достаточно выглядит это так необычно посмотрите потом кто видел на про лиги но и на других матчах вот на стримах наверное немножко по-другому значит и где-то полон да да батя полон вот значит смотрите он он видимо этот амбассадор этого бренда экзит лаг значит это прямо сейчас такая я смотрю тема все больше и больше самое интересное что этот экзит лаг существовал уже давно да и тут квейкеры оказывается не узнали благодаря я не знаю строк сейджу или чего там и так далее да я вот даже видел что известные стримеры пользуются уже пытаются попользоваться этой программой да на хайпе кто-нибудь из вас пользовался вообще экзит лагом я пользовался расскажи тогда я я пользовался когда еще у меня реально были очень большие проблемы с интернетом это вот конец сезона прошлого и меня это не спасло меня это не спасло я там что-то пожил пытался как-то вырулить ситуацию но только еще хуже я помню я спасай гибом включил против зайди вы включил эксит лаг я была игра на первой карте мы играли insomnia и у меня он просто вот он просто там вот так вот кадрами двигался по монитору и я понял что это заливная уже и после того как я отключил а потом последующие две выиграл но там нереально было играть я знаю что кому-то он помогает наверняка вот но я особой разницы вообще не заметил я думаю помогает если там 150 160 пинг возможно да а так там 120 ничего не а как вы думаете кто-нибудь играет кроме строк сейджа еще с экзит лагом бакстар вроде тут он у себя на стриме писал что он пробует эксплак он играл но это все знаете это опять же такое грязь самовнушение и мне кажется вот ты себе сам внушил что у тебя сейчас будет лучше это такой да да вроде лучше там пробуешь то и тут как-то я помню меня так с интернетом было я подключил 2 интернет и такой да да вроде лучше в итоге ну такая же херня как сам по сути интернет был херовый то есть дом старый интернет ну как бы коннект не очень то есть более современное оборудование не провести как бы и так далее или это очень дорого для дома стоит поэтому мне кажется именно в интернете делать право в провайдере там и так далее вот в эксит лаг могу кстати сказать добавить что сейчас вот у нас есть вот американский дискорд там игроки все ну там всех кто но лиги и все так и там была беседа там там все говорят да вот сейчас вот это этого играю в хуже состоянии вообще хуже не было там раф говорит что от френд листа там у него рейлы промахивается ну вот такая вот от френд листа типа от друзей которые в френд листе ну потому что у него столько столько все его вот задели и вот от этого он лагает и вот там нужно сделать ну в общем такая вот дефрегментация да ну ничего заправить невозможно понятно что это значит это вы знаете есть такой термин термин эко-чембер эко-чембер интересно что в интернете например в реддите такое бывает что там ты свое мнение вот говоришь и все вот тебе дают лайки и ты другое мнение не видишь ты только одна и все друг друга вот так вот поддерживает кто держит то же самое мнение да ну конечно да да конечно опинион мейкер какой-то говорит да вот надо делать так и все повторяют понятно да я говорю что америка вот в америке вот такая вот это меньше вот про это думает и вот ну в общем понятно да вот по целому не будем слишком политик все вот и все вот соглашается да ладно кто сказал понимаешь айзен шапочку надел у меня вот минус 5 там fps и вот все такой вот а вот строк сейдж говорит там вы вообще вы это все неправда вы не можете доказать это вообще вот чушь какая ты и все на него вот так набрасывается а я все-таки я мало читал но я просто видел вот что-то очень много вот про что-то беседы я тоже сказал ну нет я совсем согласен вот строк сейджем по целому это все чушь это все вот как ты себя чувствуешь как-то проснулся как-то вот определить это к одному ну невозможно если можешь тогда давай доказывает вот это вот то раз ты за сыграй вот на аккаунте где нет у тебя френдлист и сто раз ты сыграй где тебя есть и тогда покажи результаты вот от этого мы сделаем выводы а так вот это очень просто противно вот это все читайте видеть типа и к тому же когда это поддерживает и могу сказать просто что вот с этим экзотлагом тоже непонятно и могу сказать что очень игра это вот там по моему просто сломан вот engine сломан и очень много все влияет на него и невозможно сказать что и как так что нужно просто вот только фокусироваться на что на сто процентов каждый раз случается как на крысу был там ты на там камешки там не как следует там заклипили и ты там все время дома берешь ли там застреваешь на ступеньке там на корабль или вот такие вот проблемы которые каждый раз вот происходит их можно про них можно говорить и убирать или там про туретку у айзена а так просто все вот эти это просто грязь это просто замедляет коммуникацию с бсд с джоном это все мешает нужно просто по факту и честно себя вести и говорить честно не говорить просто не давать всякие поводы да очень круто что затронул да и просто хочу сказать что стронг сейджу почему он так быстро импровица потому что у него вообще у него голова есть на плечах и он понимает что что есть бс и что нет что нет и у него он не делает excuses почему он проигрывает он вот честно себя ведет это почему вообще он мне нравится он как как игрок он но и вообще я очень много вот на прошлом финале если больше всех браков с этом разговаривал я с ним ходил вот заходил все рваки там мы с полны раскрывали там ну просто мне нравится когда вот честно себя ведет человек вот в игре и все очень эффективно можно разговаривать там никакого бс а нет и кирилл нужно знать так мы тоже похоже понимаем и нужно просто да 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 ну просто да много много вещей которые могут расстраивать игроков и наверное ожидания которые не совпадают с реальностью да по итогу наверное это не укладывается в головах некоторых игроков то есть они не могут поверить то что это проиграл я как бы да например или там что-то произошло из-за того что да в игре есть недочеты как бы но я понял о чем ты говоришь что уже начинают размазывать все просто все как бы все любую любую какую-то мелочь начинают сводить к тому что это игра виновата да то есть вот ты об этом хотя могу сказать еще мы с тобой не выигрывали строй средний выиграл а килсон там рафа выигрывали так что вообще кто знает вообще но просто может они что-то знают френд лист тут самое главное в этой ситуации знаешь что круто вот когда все это началось да когда начали гнать на стронкс в твиттере многие американские игроки начали олдскул вот это знаешь так далее псаги все остальные кто-то в его команде мкс начали как-то привязывать эту избитую тему вообще не к месту что это you против ой день что you игроки гонят на иной игроков стронкс рейдж а сейчас оказывается что оказывается и рафа гонлет дана стронкс рейджа да то есть такая ситуация совершенно другая она поворачивается да то есть реально и ты сказал что в вашем дискор д grassroots да этом где e-ней игроки там тоже на стронкс рейдж получается наезды да со стороны уже эне игроков с я к тому что это никак не вот просто пло darum что но он у него проблема в том что еще он молодой, у него есть немножко эго. Он считает себя таким... Ну да, он говорит, я выиграю про Лигу. Это ладно, это неважно. Но просто те, кто не понимает это, им это просто не выглядит. Они видят это как disrespect к ним. И что к Strong's Edge такое, он неопытный, он ничего не знает, и он мне говорит, что я говорю чушь. Вот так вот, понимаешь? Да, конечно, понимаю. Хотя это не так. Он просто сверхуверенный в себе. Это вот как-то не связанные вещи. Он себя уверен, но он тоже говорит вот просто как и есть. Так что эти две вещи не должны быть связаны. По поводу уважения, это хорошо, что ты затруднил. Сейчас это тоже тема муссируется часто. Например, первый фраг помнишь на Вейле, Рейзи? Да. Ты как к этому? Я вообще не понимаю. Сайфер часто эту тему педалирует, что с Пумела, например, это без уважения гадлит. Хотя на самом деле у Рейзи, если это прокатывает, ну попробуйте повторить, условно, грубо говоря, это... Да нет, Рейзи это делает... Он это делает, потому что он считает, что даже если он немножко там больше дамага получит, это стоит того, чтобы затильтить соперника. Да, конечно. А мне вообще это было похуй. Мне вообще он хорошо запилил. Я вообще, когда он это сделал, я был рад, потому что я в него попал там. Важно еще 60 дамага. Вообще что-то такое. Мне как-то это было неважно. Ну хорошо. Но больше он не стал меня пилить. И вообще я в конце Вейли взял губ, потому что мне правда... Если я вот, кстати, дотронулся, я бы его убил. Он был там меньше 75 хп. Так что я не думаю, что Рейзи... Но иногда он делает это специально, когда он знает, что даже если... Он, наверное, просто думал, что это стоит того, чтобы меня затильтевать. И что это как бы неважно. Он не все равно легко выиграет. Так что я думал, он так думал, когда он это сделал. Так что может быть дать немножко ну неуважения. Ну и что? Если ты так думаешь, тогда ты обратно делай. Ну я согласен, что... Не важно, это часть игры. Как бы да, и я к этому отношусь. Он меня пилил не раз. И я его неоднократно выпиливал тоже. И я отношусь к этому просто с фаном. То есть это прикол. Ну типа чуваку... Чувак хочет вывести тебя таким образом. Если от тебя выводит пила, ну то есть... Ну это странно. Да, как бы ты же в Quake, там пила это оружие. Кстати, я... Я не просил как-то... Давай дальше проси. Не-не-не, я про то, что пропилует, что это как бы... Его можно понять. Да, то есть... Да, да. Он пилит... Ему это по кайфу, да. Он... Пустится. Часть игры. То есть... Пустится. Он же понимает, что тут многое зависит тоже от как бы... От технологии, от того, как человек настроен на игру. Если он тебя пытается как-то... Вести в тильт какой-то, да. Это тоже, в принципе, правильно. Тут же важна победа, правильно? Ну то есть... Да, это часть победы. Как ты это сделаешь, ну то есть неважно. По сути. Потому что это игра. Это игра, а тут важно победить. Вот и все. Но все равно приятно, когда кто-то другой пилит рейзи. Это вообще вот... Из-за этого целого... По целому... Ну он тут рискует, видишь, тем, что он все-таки задал вот эту такую определенную тенденцию, да, для себя. Конечно, он как бы принимает тоже много хейта, да, и всех еще как бы мы смотивированы его тоже как бы запилить, да, он тут на определенный риск идет, но видишь, он считает, что все-таки это оправданно, да. И, кстати, вот в том фраге... Симпл режет постоянно всех. Да, да, да. Ну, типа, реально, он постоянно там режет, и был момент, когда, я помню, на каком-то... Бразильцы, бразильцы, да? Да, у кого-то зарезало, зато не стоило, потом и игры, короче. Да. Ну, то есть он не должен был доставать нож, он мог все сделать, но при этом вот он, эго, так, сыграл. Да, вот как только ты это сделал из-за эго, это тебе не выгодно. Когда ты делаешь вот это честно, вот обратно вероятно... Вот у нас очень такая вот полезная вот сейчас сессия. Дискуссия. Просто... Сессия. Сессия, да. Если ты делаешь вещи вот честно и вот без эго, тогда тебе вообще выгоднее будет вообще по целому. Ну да, поэтому... Даже Белазнис. Скорее всего, он это делает не из-за какой-то там ненависти к оппоненту, или он просто это, как бы, ну, это часть его игры, он делает это всегда. Он не какому-то конкретно, он не какому-то конкретно эту игроку, да, применяет там, он всех просто пилит, и, да, как бы, окей. Кстати, это может против него, вот как-нибудь, если ты его запилишь первым. Может, поэтому я его пилю. Да, вот попробую, вот, например, на финале Рейзи запилить, и потом его после этого за спонфрагет. Я потом его подумаю, за спонфрагет, вот, он потом пойдет в тильт, потому что он, больше, вероятность, что он подумает, я все время пилю, а теперь вот это, как это чувствуется, и вот он тратит на это мысли, энергию, и вот тебе это повезет. Так что нужно, это вообще часть игры, ты можешь попробовать counter сделать с Рейзи, обратно его запилить. Ну, это очень глубоко может. Я думаю, все, что, как бы, я вообще сторонник того, что все может сработать только тогда, когда ты умеешь играть. Да. Ну, ты умеешь играть, и ты уверенно себя чувствуешь. Все, у тебя, как бы, у тебя нет никаких преград, по сути. И вот Strong Stage, как раз к этому идет, он, соответственно, соответствующим образом подходит к игре. У него есть свое мнение, он не придерживается, там, мнения каких-то авторитетов, то есть он, то есть если там Рафа, то все, то есть у нас. Кстати, он мне написал, что немножко ему это, ну, он сказал, что, как бы, it's getting to me, или что, но мне это немножко, проникает в него, это грубо говоря. Проникает в него, да, и, а я ему сказал, блядь, не надо, пусть это просто, ну, не важно. Это будет, это будет проникать. Он выиграет у Рафа, и вообще ему будет больше не важно, пройдет это. Так что. Ну, видишь, круто, что, опять же, я повторю, что изначально вот эти его все защитники, которые в Твиттере, там, в том числе на Сайфера начали, там гнать и так далее, они начали вот эту тему пытать педалировать, как всегда, что это типа вот плохие, да, плохие европейские игроки атакуют Стронгстедж, а потом оказывается, что Стронгстедж и свои атакуют, понимаешь? Рафа больше всех, да, я так понимаю? Да, опять же вернемся, они себя нечестно не ведут, и им это будет хуже от этого, никому другому хуже от этого не будет. Они просто не поймут этот пункт, что надо себя вести вот по целому, и они, ну, это просто вот такая вот, будем вести теперь лайф-лессон на респе, в воскресенье. И ты, конечно, терапия еще помнишь у тебя после Pro League? Вот, значит, а, да, 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 вот именно. Терапия. Кстати, возвращаясь к этому с Фрага, то новелли, да, он на самом деле, если ты видел, ну, ты, наверное, видел, он же все это запланировал, то есть он увидел, как ты бежишь к джампаду, Ну, он видел, есть у меня возможность, да, у меня есть теперь возможность, вот, точно я, он достаточно там, дамажа сделал, чтобы один раз, но мне это повезло, потому что я еще 60, там, три гвоздя попал в него, я не помню именно, но что-то я в него попал еще. Это важно против анарки, ну, там не надо брать бесплатно. Ну, да. Не важно. Кстати, вот мне, вот уже мы уже два часа сидим, мне вот... Тебе нужно бежать, да? Мы уже вроде все... Мы на самом деле сегодня очень продуктивно пообщались, практически все темы мы обсудили, да, exit lag обсудили, значит, вы оба считаете, что все-таки это, ну, большого буста не дает. Не дает. А если бы давало, то все бы уже играли, как боги. Он же еще и дорогой, да, вроде, или как? 36 долларов в месяц, по-моему. А, не, недорогой, я понял, просто я думал, что он намного дороже, то есть он, в принципе, получается. А ты че-нибудь тоже пробовал? Синьзи сказал, что он пробовал, что ему не понравилось. Я как-то пробовал, но я не понимаю вообще какие эти сеттинги, я не знаю, что я делал, я просто... Последнее, что мы не обсудили, последнее, это клип с Railgun. Что думаете по этому поводу? Какой клип? А ты, по-моему, что-то... Сейчас я скину. Вот этот Rail, который попадает StrongSage. Все-таки, наверное, скажем так, они могут немножко подбешивать, действительно. Сейчас я скину еще в Respeak. Если что, ребят, клип в Дискорде можете посмотреть у нас. Да, да, ну... Сейчас посмотрю. Это на Истоте против Бейза. А это какая карта? Molten Falls. Ну, это просто... Если по счету было, я кто-нибудь помню? Ну, Даня Топщик делал этот клип, может быть, если он напишет... Да просто пинг и все. Это постоянно происходит. То есть, как бы, ты можешь так же. Ты можешь так же бежать, стрелять, просто и будет залетать. А что Патаре сказать, что StrongSage такой нечестный? Не-не-не, не в коем случае, что не нечестный, что это из-за пинга, что это вот Quake Champions позволяет вот так вот, грубо говоря, на пинге попадать. Патаре также его в следующей карте попадал в него, как кажется. Ну, послушайте, да. Ты как бы то, что... Ты то же самое можешь делать. Ну, то есть, другое дело, что он к этому более привыкший. Привыкший, да, понятно. Как бы он постоянно... Он не специально, он просто играет. Что ему еще делать? Ему надо играть, он, соответственно, играет. У него другого выбора нет. И ему, кстати, не важно. Вот если в него попадает так, ему не важно. Вот это главное, что у него опять... Но он принимает, он это принимает. То есть, он понимает, что он попадает так же и в него попадает так же. Да, да. Вот и это почему, опять же, он у него... Почему я раньше говорил, что он мне нравится? У него вот как хорошая голова на плечах, он понимает, он честно себя ведет, он логично думает и вообще... Так что, этот клип вообще бессмысленно. Это сто раз у всех было. Это просто постоянно происходит. Да, да, да. Я там сам даже вот... Даже не на пингах такое попадается. Когда ты там, типа, вот уже по дефолту поставил прицел, выстрелил на шару и у тебя попало. И ты такой... И не знаешь, как бы была там у него пятка, не была у него там пятка, не ясно. Может, он уже зашел, может, не зашел. Бывает срабатывает, бывает нет. Но мы можем на таком пинге играть. Это самое главное. Даже вот с такими ситуациями, ну, мы можем зато играть. Ясно. На отличной ноте завершаем тогда, получается, сегодняшний перед туром, да, и завтра, получается, мы с Синьзи встречаемся по итогам матча. Напоминаю, что в 7 часов у нас завтра четвертый тур стартует, а с тобой мы будем общаться после матча Кельстоун. Так, Кельстоун, хорошо. Завтра Кельстоун. Завтра еще, завтра еще, получается, у Агента два матча, да? Это во вторник. А, во вторник. В среду будет StrongSage и Cypher, да? Да, StrongSage и Cypher в среду. Давай, я... Ты подтянешься, да? Будем надеяться, что ты сможешь ворваться в среду. Да, да, да. Я думаю, что все-таки смогу. Давай, давайте, ребят. Все, счастливо. Все, всем пока. Пока, пока. Так, ну что, благодарим Chain и Синьзи, как всегда, очень продуктивно, очень много интересных тем затронули. Завтра в 7 часов вечера встречаемся. На трансляции будет, получается, у нас... Давайте я календарь открою. По-моему, там Данча с Арсений и завтра у нас первый матч. Так, прошу прощения, Райдер, Арсений, завтра в 7 часов вечера. Кельстоун, получается, в 8 часов вечера два матча. Первый матч комментирует, значит, Гудмаус, второй матч Айр Волкер комментирует. Прогнозы будут завтра днем доступны перед матчами. Вроде все обсудили. Всем пока. До завтра, до 7 часов вечера. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok